Добрый вечер, дорогие друзья! Я приветствую вас на телеканале Грозный. Сегодня, как обычно, мы собрались в этой студии, чтобы провести программу ЧА-спорта. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня, как вы уже, наверное, догадались, мы выбираем лучшего спортсмена по итогам наших зрительских голосований. Это будет спортсмен за август месяц, естественно. И, конечно же, у нас в студии сидят наши гости, которые нам представят. Адам Ахмадов. Адам, тебе слово. Добрый вечер, друзья! Да, у нас в гостях интересные люди, как всегда. Это исполнительный директор федерации дзюдо Северно-Кавказского федерального округа Ахмед Данаев, экс-чемпион, к сожалению, ACB в легком весе, Абдул-Азиз, Абдул-Вахабов и борец клуба Ахмад, чемпион России по греко-римской борьбе, Ильяс Магомадов. Маршадо, хорошо. Добро пожаловать. Маршадо, хорошо. Ну что ж, прежде чем начать нашу беседу здесь у нас в студии, мы сейчас посмотрим, как у нас продвигается голосование, за которых голосовали в течение месяца наши дорогие телезрители. И вот мы видим, я представляю вам семерку наших номинантов. Абдул-Азиз Манцыгов, золото чемпионата России по греко-римской борьбе, Ильяс, наверное, тебе очень хорошо он знаком. Далее, Беслан Ушуков, боец бойцовского клуба Ахмат, на турнире WFCI 50 получил бонус за лучший нокаут вечера. Все мы прекрасно помним. Анзор Хизриев, также золотая медаль чемпионата России по вольной борьбе, это проходил в Одинцово, представляет борцовский клуб Ахмат, Имам Хатаев, также боксер клуба Ахмат, стал победителем международного турнира по боксу в памяти первого президента герой России Ахмат Хаджи Кадырова. Леча Идиев, это Ахмед уже по вашей души, можно сказать, дзюдоист, который представляет спортивный клуб Ахмат имени Турпал Али Кадырова, стал бронзовым призером открытого турнира Европы по дзюдо. Также на этом же турнире Сайдемид Жамбеков завоевал бронзовую медаль. И номер 7 у нас Беслан Хамзаев, также боксер клуба Ахмат, занял первое место на чемпионате СКФО и был признан лучшим боксером турнира. Сейчас мы посмотрим, кто у нас лидирует. Лидирует у нас Анзор Кезереев, набравший 20%, всего лишь на 1% отстает Леча Идиев. Ну, в любом случае, до конца нашего прямого эфира, дорогие зрители, у вас есть возможность отдать свои голоса. Ну что ж, и конечно же мы поговорим, ну в принципе, у нас сегодня есть о чем поговорить. Да, много тем, которые можно. В первую очередь, мне бы хотелось коснуться темы ACB-89 в Краснодаре. У нас присутствует Аблазис Аблова Хабов, который, можно сказать, сражался в главном бою этого вечера. Аблазис, ну, бывает, да, и поражение, и победы. Ну, как ты сам оцениваешь эту всю ситуацию? Да, это спорт, бывает, поражение, и победы. Оцениваю это. Турнир прошел на высшем уровне, все зрители, я думаю, довольны. Но у меня что-то не пошло. Мы проиграли в этом вечере. Ну, работа над ошибками какая-то была? Да, были много ошибки, да. Честно, я не пересматривал свой бой, зная, что у меня будет там много ошибок, и буду злиться намного. Перед следующим боем я посмотрю и чуть злости наберусь, и, скорее всего, выйду. Ну, а вот сейчас, если не, если, хоть ты и не смотрел, но все-таки, наверное, все в памяти перекручиваются. Вот, есть понимание, что пошло не так, что ты сделал не так? Ну, я чуть поспешил, спешил, что-то у меня не пошло, что-то надо было мне добивать, там, упускал моменты, которые должен был воспользоваться, там, каждый раз. Не знаю, что-то еще думал, видел, как он проходил, что-то расслаблено давал себя бороть. Не мог определиться, что-то я защищался на тренировке под него, ну, готовился под него и защищался, и не давать проходы себе или встретить колено. Пока я определялся, он спокойно проходил, и я спокойно давал ему бороть. Ну, как-то не знаю, почему я не так. Мы увидели, да, в партере доминирует Али Багов, были такие моменты, но в стойке мы съедили твое превосходство. Ну, и вторые, последние раунды все-таки были за Азизом, даже в партере. Да, в любом случае, а в целом ты доволен и согласен с решением судей? Да, доволен, судя, я вот даже не знаю, со стороны судей лучше видит, наверное, они подсчитали какие-то баллы. Ну, со стойки, конечно, я думаю, что я выиграл. Последние чемпионские раунды я забрал, но, видимо, в первых раундах он больше заработал баллов, чем я последний. Ну, мы все наблюдали, смотрели этот бой, Абла здесь очень переживали, конечно же. Ну, да, было такое, скажем так, состояние, что где-то недоработал, какая-то усталость. Может, ты немного переволновался или как бы что присутствовало? Нет, не было волны, не просто Али хорошо подготовился к этому бою, и он сделал свое дело. Завязал меня, чуть дал мне подзабиться, и мне чуть сложнее руки забились, и у меня потом уже ударка не так шла. Сложно было мне бить, бороться. Азиз, ты четыре с лишним года был чемпионом, вообще первым с момента основания, единственный, кто сохранял все это время пояс. И возможно ли, что вот за эти четыре года где-то у тебя глаза перестали гореть, как по сравнению с предыдущими поединками? Может быть такое? И чувствуешь ли ты мотивацию, которой у тебя, может быть, не было пару месяцев назад? Да, если меня уже как-то не так мотивировало, что уже, ну, ты уже три раза отстоял, уже, наверное, как-то хладнокровно относился уже. Но сейчас я уже проиграл, люди знаю, как сильно переживали за меня. И сейчас у меня есть новая цель и мотивация забрать этот пояс обратно. А вообще разговоры о реваншах шли? Были какие-нибудь? Ну, устные переговоры были, но конкретики пока еще ничего нет. Возможно, будет сразу реванш, возможно, через бой. Но это будет очень ожидаемый бой. Да, я думаю, это будет не в этом году, а в следующем. Сейчас уже один из самых ожидаемых боев 2019 года, как минимум, в Лиге АСБ точно. Я думаю, и в российском МОЭ тоже. Я думаю, что и Ахмед Данаев, как он рассказывал до начала эфира, что смотрел этот бой, переживали. В данный момент они в то время находились в сценаристике, да, Ахмед? Да, были на первенстве Федерального округа среди юношей, наблюдали. Были в кругу кабардинцев, балкарцев. Бой был очень действительно напряженный. Да, первые два раунда были в партере, деминировал Багов. Но последние два раунда, столько ударов было по нему, нанесено, что это явно было преимущество. Конечно, болели, переживали. Ну да, человек два раза победил его. Пришел немножко, да. Тот, наверное, слишком хорошо подготовился, как он говорит. Получается, шаг назад, два вперед, да? Да, ничего страшного, еще время есть. Взлет и падение в спорте, они всегда приветствуются. Мы это все приветствуем, мы это все прекрасно знаем. Ахмед, ну, как же тебе не дать слово. Мы все тоже в ожидании еще одного главного события. Это у нас чемпионат России по дзюдо, который пройдет очень скоро в нашей республике. Какие у нас идут последние, скажем, приготовления? Что нас ожидает? Какая у нас интрига? Ну, приготовление, конечно, уже полгода, как это мы готовимся к этому чемпионату. Будет данный турнир проходить у нас в спорткомплексе Уэйса Ахтаева. Он впервые проводится в Чеченской республике, так как до сих пор не было огромного спортивного комплекса. До проведения такого масштабного мероприятия, там минимум четыре татами должно быть поселено в зале, чтобы проводить данный чемпионат России. Это среди мужчин и женщин. Более 500 участников одних спортсменов, которые будут бороться над татами. Четыре дня будут соревнования, три дня – это личные, и командные соревнования будут для 13 октября. Это по организации. А что ожидает нас? Ожидают нас очень яркие и красивые встречи над татами. Действительно, лучшие спортсмены собираются раз в году на чемпионат России, чтобы попасть в сборную России. То есть шестерка с чемпионата попает в сборную. Оттуда уже открываются большие двери. Это, во-первых, сборная России, это сборы, потом уже Кубки Европы, Гранд-шлемы, оттуда уже чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры недалеко. То есть это большой шаг, который делает спортсмен в будущее для уже профессионального своего спорта. Давай сейчас посмотрим у нас анонс. Как раз подготовили перед чемпионатом России. Старт для всех спортсменов. Отбор в главную сборную нашей страны. Шанс побороться с сильнейшими дзюдоистами России и показать свой настоящий уровень. Чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин. Впервые в Грозном. С 10 по 13 октября. Во Дворце спорта имени Увайса Ахтаева. Не пропустите. Ну что ж, вот такое грандиозное событие ожидает нас уже, как я сказал, очень скоро. Конечно же, Амет, хотелось бы узнать, наши дзюдоисты в любом случае, наверное, они пришли какие-то сборы, где-то подготовились, да? Какая задача стоит? На самом деле на данном чемпионате у нас, наверное, рекордное количество спортсменов, которые будут бороться, оставить нашу республику. Более 30 спортсменов. Подготовка была очень серьезная. В четыре этапа я зашла подготовка. Первый этап – это Кизиной Ам в Исхогорье. Там проходил очень серьезный, мощный сбор, так как до чемпионата за два месяца, два с половиной, желательно провести большие сборы в горах. После этого сбор в Грозном. С Грозного, ребята, часть выехала у нас в Адлер, часть выехала в Словению на международные сборы. Все эти сборы сопровождались как участием наших тренерского состава, так и, уже модное слово в спорте, мотивации. Наш мотиватор – это олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы, Илья Селядис. Также и другие люди привлекались. После Хорватии уже мы объединили по поручению президента Федерации СКФО, Амурдия Григорьева, всех спортсменов, которые получили путевку бороться на чемпионате России от СКФО более 120, провели общий, очень мощный, серьезный сбор, последний сбор был этот. И сейчас идет, ребята, подготовка идет, кто-то вес гоняет, кто-то подводится. Наши ребята готовы, каждый день тренируются. Я думаю, мы займем достойное место в копилке в данном чемпионате России. Будем надеяться и практически в этом не сомневаемся. Но, коль мы уж заговорили о чемпионате России, который предстоит, но это подзюдо, давайте чуть-чуть о прошедшем чемпионате России по греко-римскому борьемся. Потому что у нас Ильяс Магомадов в студии. Ильяс, последний чемпионат, ты там выступил, стал третьим. Вообще, можно ли сказать, что ты не показал свой максимум? Или на данный момент это, в принципе, хороший для тебя результат? Я обычно борюсь весом 7,7 килограмм. Но на этом чемпионате России я решил попробовать себя 82 килограмм. Поэтому можно было еще лучше выступить, конечно же. Где-то не подготовился, возможно, лучше. А так, в принципе, первая, вторая, третья встреча очень хорошо пошло. Поэтому в хорошей форме был. Не такой хороший, как когда выигрывал чемпионат России. Но здесь неплохо себя чувствовал. Особенно обычно я в стойке доминирую, в стойке давление. Поэтому вроде бы хорошо дышал. Но вот в полуфинале боролся с Эмилем Шарафиддиновым. Мы раньше тоже встречались с ним в полуфиналах, в финале чемпионата России. И даже в 2011 мы с ним в полуфинале боролись, в 2012 в финале боролись. Так что нужно было стойко взять свою инициативу. Поэтому в партере не сделал. Сам накатился. В итоге 3-2 проиграл полуфинальную встречу. И у нас как до финала доходишь первый день, второй день уже борешься в финале вечером. Поэтому если прошел бы финал, то уже на второй день восстановиться успеваешь перед финалом. Намного лучше себя чувствуешь. Поэтому потом на второй день за третий боролся хорошо. Отборолся. Доволен в принципе. Многие остались без бронзы. Хорошие ребята. Почему очень хороший результат? Нет, результат хороший, да, конечно. Просто мы все-таки уже, наверное, привыкли от Ильяса, вот от таких спортсменов чуть больше ждать. Но сейчас чемпионат России уже, если он обычно ближе к концу сезона или в разгар сезона, сейчас он в самом начале будет, в январе. Подготовка, наверное, уже идет? Да, уже потихоньку идет подготовка, конечно же. Нужно пару турниров пробороться, чтобы простое не было. Все равно соревновательный процесс, он все равно дает о себе знать. Выходишь, там, судьи, там, я не знаю, где-то что-то ты не доработал. Вот эти моменты, потому что это не просто турнир какой-то, или там, понимаете, чемпионат России, это уже серьезный старт. Поэтому ее надо выигрывать, чтобы попасть на европейские игры. Конечно, на европейские игры, да. Если европейские игры выиграешь, то уже на чемпионат мира уже отбор будет. Ну, кстати, да, в следующем году европейские игры, наверняка уже сейчас чувствуется, что конкуренция будет расти, потому что, возможно, те, кто отдыхал, сейчас тоже все приступят. Ну, у тебя, Эля, очень принципиальный соперник Роман Власов, насколько я помню, постоянно были какие-то именно вот с ним у тебя, скажем так, можно сказать, даже я бы их назвал не то, что как бы соревнования, да, как соревнулись, как бы, ну, даже проблемы в некоторых местах, можно сказать, сталкивался в определенных местах. Сейчас как обстоят дела? Ну, Роман не выступал на чемпионате России. Да, не выступал он, в прошлом году выступал, 80 килограммов, тогда весовые категории, вот сейчас поменяли же. Сейчас 77, 82 и вот свыше вот 87, вот так 6 весовых категорий сейчас у нас были в римской борьбе. Ты планируешь в этой весовой категории дальше продолжать? Да, 82 килограмма, он не является олимпийским видом, олимпийским весовым категории, поэтому я 77 буду выступать на чемпионате России, который будет. Все-таки будем продолжать бороться с Ласовым. Лукратный олимпийский чемпион. Да, вдвойне придется тренироваться, именно будем работать над защитой от его обратного. То есть именно под него будет готовиться? Именно, не только под него, там есть хорошие ребята, также есть Чингиз Лабазанов, чемпион мира у нас, также есть еще, сейчас есть Ислам Апиев, есть чемпионом мира стал среди молодежи, тоже есть Башкир, ну вот Уфа он и Ингушетию выступает парень, хороший, неплохой парень. Вот не только есть Чехиркин, вот ребята есть хорошие, на всех будем готовиться, над всеми будем делать работу над ошибками. Должны, должны работать в этом плане, Ляс. Естественно, мы будем на это надеяться и, конечно, ожидать только у нас хорошего результата. Да, Мола. Аплодис, мы, наверное, поговорим, у нас еще есть хорошие бои были на этих соревнованиях, хотелось бы отметить и поединок Альберта Дураева против поляка Петра Штрауса, ну очень изнурительная борьба, вот, ну не хотелось бы услышать мнение, как бы ты был там, видел и, в принципе, ты знаешь Альберта Дураева. Как ты считаешь, он рассчитывал на себя пять раундов? Я думал, что Альберт его досрочно выиграет, но оказался Петр Штраус очень такой с характером, очень хороший боец. Ну, он удивил всех зрителей. Альберт, я ожидал больше, что он досрочно или болевым, или добьет в партере. Ну, должное надо отдать Петру Штраусу, что он так хорошо себя показал. Молодец. Ну, да, мы видели, как и в стойке, даже и в партере, как доминировал явным преимуществом Альберт. Ну, да, да. Уходил от удушающего приема, от ударов. Да, да, да. Держал удар, очень здорово. Очень даже, и выносил. Удивил меня, я думал, Альберт же таких бойцов, Василевского досрочно выиграл, такого знаменитого бойца, еще многих. Ну, Петр Шувет Лич, даже он его уронил. Ну, он не дал себя добить, стал хорошо показал себя. Альберт, вот у меня такой вопрос, вы все-таки вместе тренируетесь, много времени на сборах проводите. Иногда вот мы наблюдаем, интервью смотрим, слушаем, читаем Альберта. Где-то вот, может быть, стороннему человеку покажется, что он, возможно, даже недооценивает своего соперника, потому что он достаточно так уверенно говорил перед боем, и перед этим боем, перед боем даже с тем же Василевским. На самом деле, вот, общаясь с ним, чувствуется его какой-то особый настрой, или он действительно считает себя на порядок выше классом вообще? Альберт, он боец трудолюбивый, пахар, вообще он тренируется от души, выкладывается на все 100%, поэтому он верит в свои силы и считает себя на голову выше. И он, не знаю, откуда у него такая уверенность, но он вообще даже своих соперников не видит даже, не знаю, как сказать. Ну, он такая уверенность, это, наверное, не каждому дается. Я когда с ним разговариваю, думаю, ничего себе, откуда такая уверенность? Ну, уходит доказывать всем, что он такая уверенность, и показывать всем, что он... Да, ментально очень хорошо, очень подготовленный, это очень важный аспект. Он тренируется, пашет, поэтому он уверен в своих силах. Ну что ж, у нас еще есть бои, но сейчас мы прервемся на рекламу, затем вновь вернемся в студию и поговорим об этом. Итак, дорогие друзья, мы возвращаемся в прямой эфир программы «Час спорта». Напоминаю, работаем в прямом эфире. Ну и перед тем, как возобновить наш диалог, давайте посмотрим, как продвигается голосование. Кто на какой позиции находится, может быть, что-то у нас изменилось. И мы видим, что сравнялись Анзор Хизриев и Лечи Идеев между собой. По 22% голосов они набрали. Своими стараниями мы увидим уже... Какой-то СМС, какой-то знак, да, своим подопечен. Ну и далее Ушуков и Хамзаев, также они одинаковое количество голосов набрали. Мансыгов и Хатаев, соответственно, уже замыкают, скажем так, эту мини-инвизионную турнирную таблицу. Великолепную Семерку, можно сказать. Сейчас, как я говорил ранее, давайте у нас еще были бои, поединки. Меня очень приятно удивил Сулумов, Магомед Сулумов, когда против опытного Акопиана Степаняна. Да, Акопа Степаняна. Да, очень здорово выступил. Хотелось бы сейчас нам посмотрим, вот мы видим выход его. В зале говорили, что Акоп Степанян явный фаворит в этом против зала. Все ожидали, что да, он говорит лидер. И Сулумов выступал в качестве андердога. Ну вот так вот, Абдул Азиз, тебе удалось посмотреть этот поединок? Я вот единственный бой его и Умарова смотрел. Я как раз зашел, пришел в зал, когда начался бой Сулумова. Конечно, меня удивил Сулумова. В чем именно Азиз? Он оправдал мои ожидания. Вообще. В чем он себя проявил? Он во всем себя показал. И в ударке, и в борьбе он показал себя лучше. И очень грамотный, несмотря на возраст, такой грамотный. Он перебивал его и борол его. Акоп Степанян, он очень опытный боец. Очень хороший боец. И ударник, очень опасный боец. Но Сулумов показал характер, волю к победу. И заслужил себе победу. Да, действительно, заслуженная победа Сулумова. Тоже присутствовал в Краснодаре. Этот бой удалось посмотреть. И стороннее мнение хотелось бы услышать. Конечно, очень хорошие бои были там. За всеми ребятами наблюдали, болели. Или от тебя не было желания перейти в ММА? Еще нет. Или еще рано? У меня здесь еще незаконченные дела. Дела есть, да? Благодарю, с ребятами достать. Очень страшно. Поэтому... А вообще планов есть такое? В планах, не знаю, если поддержат меня. Я имею в виду мое желание. Если ребята многие поддержат, то возможно, да, можно попробовать себя. Поддержим. Да, поддержим. Вот уже поддержка. Азиз говорит, поддержим. В лице Азбу Азизова тебя есть уже? Да, я не доволен. Ахмеда, я не доволен, потому что там... Почему я не доволен? Из олимпийского вида не хочешь, чтобы кого-то уводить. Да, надо забрать. Все правильно. Если золотую медаль не возьмешь, мы тебя не пустим. Цель поставить ему, с Олимпиады золото тащишь, тебя принимают. Мы поддержим тогда. Ты принимаешь условия? Прям UFC тебя или ACB сразу за титул. Как говорится, я подумаю над этим. Все, хорошо. У тебя есть время подумать. Конечно, конечно. Ну, еще, наверное, поединок, который всех удивил. Хотелось бы, завершая, так скажем, тему ACB 89. Это Мурат Балаев и... Мурат Мачаев. Мурат Мачаев, да. Ну, просто, если честно, много... Очень неожиданным стал итоги этого боя. В записи, может быть, кому-то удалось, Азиз, посмотреть. Вот твое мнение по этому поединку. Два борца сошлись. Но они били в стойке. Два борца в стойке. И как здорово, мы видим, да, Малаев поймал Мачаева. Я был удивлен, что Марат выиграл. Мурата я знаю, он очень характером, хорошо борется. Два борца показали ударку. А Марат вообще удивил. Выиграл добивание. Ну, конечно, Мурат уже поплыл. Да, да, да. В этом плане. Со всех сторончиков. Он не смог восстановиться уже после удара. И Марат добил его. Но он почувствовал, что уже есть возможность. Да, да, он почувствовал, что он уже закрылся, перекрылся, не видит. И поплыл, и он воспользовался моментом. Можно ли сказать, что с Маратом случилось то, о чем мы чуть ранее говорили. После поражения от Юсуфа Раисова, да, вот у него снова загорелись глаза, которые, возможно, не так они горели вот именно в том поединке. Ну, в том поединке, мне кажется... Нет, там-то его вряд ли что-то спасло бы. У него уже настроек был другой совсем. Заслуги нашего бойца, но я имею в виду, возможно, что это сыграло как-то даже на пульсу пошло. Может, положительно, может, отрицательную роль, в принципе. Ну, в этом случае мы видим, что все-таки положительно. Каждый боец, боксер, все единоборства, ребята, они после каждого поражения делают выводы. Кто-то правильный, кто-то вообще не делает. Может, это зависит еще от тренера, куда его направляют правильно. Человек, как бы, он борется, но со стороны лучше видно, как он выступает. Мне кажется, на мой взгляд, это... И он как-то мотивировался и захотел показать всем, что у него есть еще порох. Но ему это удалось. Да, удалось и показал. Это для молодых спортсменов дополнительный стимул не расслабляться, идти... Конечно, да, межище до конца. Муж такие годы. Резюмирую, да, вот ты просто смотрел его интервью после поединка. И вот он как раз очень грамотно такой расклад сделал. Он понимал, что и он, и Мурат оба примерно одинаково, возможно, класса борцы. Но в стойке он видел свое преимущество. И вот в таких ситуациях больше именно работа в стойке ведется. Да, предпочтение, да. Именно в борьбе в стойке. Он очень грамотный план на поединок выбрал. Здесь не только мотивация, о которой мы говорим. Ну, наверное, все-таки Мурат показывает, как нужно не только мотивированным быть, еще и правильно тренироваться, правильно подходить к каждому, выбирать план. Мне кажется, Адам, у нас немного выпало сейчас из рамок Ахмед Данаев. Ахмед Данаев, мы об этом... Ну, я думаю, он на этого не простит. Ахмед, возвращаемся в чемпионат России. Вы говорите очень грамотно, красиво. А то не придет. Приятно слушать профессионалу, когда дают свою оценку. Я тоже себе записываю. Все правильно. У нас есть, скажем так, тоже лидеры в команде. Тот же Лечи Идиев, можно сказать, у нас является доминантом. Хотелось бы узнать, вот наша сборная. У нас первые номера, вторые номера. Ну, сегодня в сборной России среди мужчин у нас 6-7 человек сборной возглавляют. Это, конечно, в первую очередь наш чемпион Европы. Ислам Мишуев, дальше Якуб Шамил, Сайта Мижамбеков, Абаз Азизов, Лечи Эдиев, Тамерлан Башаев. Ребята очень много, которые действительно должны принести нам хорошие медали на данном чемпионате. Турпол, Типкаев, Наибу Мару. Очень много ребят. Вот Ларсанов, Мансур, который сейчас буквально Европу выиграл, да, среди юниоров. Среди юношей Европы выиграл. Изнаур Сааев. Это подрастающие поколения. Но среди взрослой команды у нас действительно 6-7 человек. Они являются действительно в составе сборной России. И не на последнем ряду. У нас в Олимпийской сборной 34 человек уже включены. И ребята будут показывать дальше идти и бороться. Почему Бесултанова мы не видим в последнее время? Бесултанов взял себе бессрочный отпуск на год. Ну как, не бессрочный, можно сказать. Академический отпуск. Годик хочет отдохнуть, восстановиться. И я думаю, через год Бесултанов даст хороший жар на татаме. Так как у него были большие проблемы со здоровьем, другие проблемы. Очень много травм было. Адлана в один момент, как помню, выигрывал все, что можно. Приезжал, выигрывал. Без медали он не возвращался. Но у спортсменов бывает спад. Этот спад, я думаю, Адлана скорее в скором времени завершится. И он выйдет в строй, как действительно лидер в этой весовой категории. Ну что ж, в принципе, есть возможность выстрелить, можно сказать, для нас. У нас в букву да состоит чемпионат мира. В любом случае будут отобраны именно туда. Будем надеяться максимальное количество от нашей республики. Чеченские наши дзюдоисты должны попасть. Ильясу хотел вопрос задать. Предстоит чемпионат мира по вольной греко-римской борьбе. И одноклубник, товарищ по команде. Абуизид Манцыгов, скорее всего, выступит с большой долей вероятности. Да, 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 уже 100%. Уже 100%, да, подтвердили. Конечно, все, он выиграл схватку принципиальную. Ну как ты вообще оцениваешь его шансы на этом турнире? Абу вообще красавчик, скажем. Очень в хорошей форме сейчас. Я хочу ему пожелать удачи на чемпионаты мира, чтобы уже выиграл. Потому что он полностью уже сформулировался, да, скажем. И готов стать чемпионом мира. Поэтому он очень талантливый, настырный, характерный. Все стойкие есть, приемы в партере делает. Я надеюсь, что Абу в финале Дамула будет бороться. Чтобы золото ожидаем от него. Я вот один короткий, буквально, вопрос Абдул-Азизу задал. Потому что вот в воскресенье предстоит выступить на турнире новой организации. ВАВ БЖЖ, правильно? ВАВ БЖЖ. Да, ВАВ БЖЖ. И вот буквально вкратце, что это за организации? И именно вот по такому стилю БЖЖ против ММА дальше они планируют двигаться. Есть вообще информация? Нет, не по этому стилю. Просто это начальный старт, для чтобы все узнали про этот спорт. Все звезды ММА, ну, типа известные ММАшники против джиу-джитза. Такие матчевые встречи у нас будет. А потом, последующий будет уже в кимоно, для развития джиу-джитза в республике, на Кавказе, в общем, в России. И вот в этих целях создана эта организация нашими ребятами, которые занимаются джиу-джитзо. Называется ВАВ БЖЖ. Ну, это будет, мне кажется, дополнительная база, чтобы подготовить наших спортсменов, наших бойцов. Сейчас мы посмотрим еще один анонс. Не буду озвучивать какой, сами поймете. Попрошу режиссера показать. Чемпион в полусредней категории Абубакар Вагаев сразится с набравшим впечатляющий ход Мурадом Абдулаевым. Обладатель пояса в среднем весе Саламу Абдурахманов встретится с непобежденным претендентом Шамилем Абдулаевым. Сильнейший легковес лиги Хусейн Халиев проведет рейтинговый бой против талантливого бразильского файтера Отона Жассе. Плюс интереснейшие и принципиальные поединки Беслан Ушуков, Рене Песо и Джихет Юнусов, Рамазан Кишев. Не пропустите! WFC 53, 4 октября. Грозный. Спорт-холл Колизей. Вот еще одно событие. Очень ожидаемое, долгожданное. Аббазис, в любом случае, ты не знаешь этих бойцов. Хотелось бы сказать, какое противостояние нас ждет в этот вечер? Всех знаю, с ними тренировался. Бойцы очень высочайшего уровня. Саламу, Беслан, Джихад. Все они, Хусейн, они очень достойные, лучшие бойцы, можно сказать. Этот карт особенный такой. Я думаю, все зрители будут довольны их боями. Будут очень интересные, зрелищные бои. Будут ломать, да, 4 октября? Конечно, да. Должны ломать. Проходите, поддержать. Обязательно. В любом случае, таких два титульного боя. Мне очень интересен был бой Беслан Ушукова против Песо. Мы знаем его обещания, когда он выходил в октагон. Действительно, сильное противостояние. И этот бой. И Хусейн Халиев, к сожалению, соперник Халиева снялся. Да, Иван Азелигом Затханов. Да, получил травму. Но в целом, я думаю, нас ждет грандиозный праздник, грандиозное событие. И давайте посмотрим итоговую таблицу, кто в итоге у нас занял первое место в зрительском голосовании. Ну что ж, последний итог, Ахмед. Посмотрим. Посмотрим, как нас услышали. Ну все-таки борцы чуть активнее. Ну что, к сожалению, Ахмед, к сожалению. Очень часто. Для вас Анзор Хаздериев становится победителем нашего проекта под названием «Лучший из лучших». За август месяц чемпион России. Кстати, Анзор Хаздериев молодой борец. Поздравляем Анзора с этой победой. Естественно же. Ну и, конечно, в конце, не без этого. Я думаю, в любом случае, скоро нас ожидает такое грандиозное то же событие. Муссируется по всем, скажем, каналам, электронным СМИ. Бой Хабиба Магомедова против Конора Макгрегора. Ну, коротко ваши комментарии. Нам было здесь, но твой дивизион все-таки. И ты Хабиба тоже. Я думаю, Хабиб принесет победу нам. Защитит этот пояс свой. Я думаю, что он выиграет это досрочно. Во втором, третьем раунде. Или добиванием. Или болевым приемом. Это мое мнение. Если он ему не сломает нижнюю челюсть, я больше смотреть не буду на данные соревнования. Да. И Конора. Да, Майл Кольцов. И давайте тогда представим нам наших новых номинантов, которые наиболее ярко проявили себя в прошедшем месяце. Сауса Умаров, боец клуба «Беркут», завоевал золотую медаль чемпионата мира по грэпплингу «Джи» в Астане. Номер два. Умар Саламов, боксер РСК «Ахмат» в главном бою международного турнира «Время легенд». В Грозном во втором раунде нокаутировал немца Дениса Либау и вернул себе пояса чемпиона по версиям евразийского боксерского парламента и WBA International в полутяжелом весе. Далее Альберт Дураев, чемпион ACB в среднем вести, как мы говорили, успешно защитил свой титул. Муса Базиев, борец клуба «Ахмат», завоевал золотую медаль международного турнира по вольной борьбе «Шахтерская слава». Номер пять. Асудала Насипов, представляет кикбоксинг-клуб «Ахмат», стал победителем первенства мира в Италии. Майрбек Тайсумов, боец UFC, одержал очередную уверенную победу над американцем Дезманом Гриином в рамках турнира UFC Moscow. Ну и номер семь. Мансур Ларсанов, дзюдоист спортивного клуба «Эдельвейс», в составе сборной России, завоевал золотую медаль первенства Европы среди смешанных команд в Болгарии. У нас уже время заканчивается. Так, да, ну и, конечно же, подзанялись. У Азиза есть какое-то заявление вроде бы. Не, подзанялись. Я хотел бы, чтобы наши гости поздравили нашу республику, наш город Грозно с 200-летием. У вас, коротко каждому дать слово, Ахмед. Начнем с тебя. Начнем с меня, конечно. Поздравить город с 200-летием. Это большая честь на всю республику. Город сегодня растет, как никогда. Мы видим сегодня парки, аллеи, все, что делается от главы республики для развития данного города. Желаем всем горожанам, чтобы вышли в этот день действительно с праздничным настроением. И, как есть, погуляли в этот день, потому что есть за что гулять, есть где гулять. Азиз? Конечно, хочу поздравить всех жителей города и республики. У нас есть такой город замечательный, Грозный. Выходите, поддержите удачи, побед нашему городу во всем. Я тоже хотел бы, чтобы все жители Чеченской республики приехали в город Грозный. Такой красивый, предстоящий. Все погуляли, отдохнули. И хотелось бы поблагодарить нашего президента, президента Рамзана Ахматовича, за такой большой праздник. И чтобы мир и процветание было в нашей республике. Спасибо большое. Мы присоединяемся к этим словам. Ну и в конце, да, Адам. Да, мы прощаемся с Бекханом. Азиз, тебе слово. Да, мы прощаемся, дорогие телезрители. Дайте багову, хочу реванш, мне больше ничего не интересно. Так что, дорогие друзья, вы сами слышали. Хочу реванша, дайте мне багову. Все. Ну что ж, далее, будем на это надеяться. Да, на этом мы прощаемся, дорогие телезрители. Наш прямой эфир продолжал к концу. Адеквилшу маршайл. Адеквилшу маршайл. Субтитры создавал DimaTorzok